Вы поняли одну простую вещь, что здесь можно не только учиться, но и хорошо проводить время. Ну и вот мы сейчас на сцену попробуем пригласить четверых студентов первого курса. Одного из факультета А. Присутствует факультет А. Одного из факультета И. Присутствует факультет И. И УВЦ. Я пока говорю, может быть кто-то смелый уже и выйдет сюда на сцену. Представитель этих факультетов. Потому что так появленно очень трудно. Я прошу прощения, девчата, если можно парни, чтобы вышли. Парни. Здравствуйте. Ну идите, идите, идите. Вы тоже решились? Пожалуйста. Остальные. Так, вот еще там двоих. Сейчас буду быстро отсюда уходить. Идете? Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нам же надо только четверо, поэтому сейчас это. Можем попросить три шага назад всех? Раз, два, три. Так, теперь давайте, чтобы нам было понятно, кто где есть. Здесь вот находится факультет А. Здесь находится факультет И. А вы УВЦ? И. А УВЦ? Вот это темняшка. Вот это я понимаю. А что, больше никого нету из УВЦ? Это будущий лейтенант, между прочим. Военно-морского флота России. О, пошли косяком. Толпой не ходят. Толпы нету. Есть много людей. Мне очень всегда нравится, когда по телевизору или между собой говорят. У нас была свадьба и была куча народу. О, я сразу думаю, куча народу и даже много трупов. Как можно? Ну что ж, я задаю вопросы. Кто ответить не может, сразу спускается. Хорошо? Итак, посмотрим. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, а где студенты военмеха получают диплом? Об окончании военмеха. В своей аудитории? Спасибо большое, удачи. Ну, давайте, предположительно. Взея, наверное, будет мне. Университет. В библиотеке. Деканате. Деканате. В актовом зале. Приемная комиссия. В актовом зале. Деканате. В актовом зале. В актовом зале. Это очень сложно. Чувствуется будущий официальный. Актовый зал. Актовый зал. Актовый зал. Я понял. Ну, видите, оказывается, одним вопросом можно сразу выявить победителей. Потому что студенты военмеха уже на протяжении многих лет диплом об окончании получают там, где действительно существует целая коллекция, которые создали выпускники военмеха. Это военно-исторический музей артиллерии, международных войск и войск связи. Именно там вы будете получать свой диплом. Поэтому за музей спасибо вы остаетесь. Ну, кого еще оставят? Кого? Кого? Тельняшку, конечно. Да, да, как бы. Он же отдал правильный ответ. Ну, давайте, хорошо, задаем следующий вопрос. Назовите хотя бы одну фамилию космонавта, который закончил военмех. Давайте я начну с этой стороны. Ну, хотя бы одну. Что, у вас все пять? Ну, тут прекрасно эти промашоночки молоденькие такой. Подождите. Без интернета. Борисенко, Гречка, Свицова, Шкепев, Ир. И, 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 такой фамилии нет? Я знаю, что И, нет. Я понял. Крикалев. Если вам есть, для кого равняться, и теперь, если бы, если бы я спросил имена, то здесь было бы все, потому что только фамилия написано. Ну, задам еще один вопрос, может кто-нибудь ответит, да? Скажите, пожалуйста, каких родов войск готовят здесь, в военном мире, учебно-военные центры? Вопрос на уровне, кто воевал в русско-японскую войну. Вы готовы ответить? Военное представительство, потом артиллеристы морские и ракетчики морские. Так и все-таки они внесли это сказать тремя буквами. Военно-морской флот. ВМФ. Ну, что ж, вам спасибо. Вам, к сожалению, спасибо. Вам спасибо. Что, оставим? Тогда или нет? Да! Ну, а ты в факультете ИИ-то кто-то должен остаться? Да! Да? Ну, лучше. Кого? Его! Да! Или его? Е! Его! Его! Е! Я не понимаю, четче, пожалуйста. Оставляем его! Е! Его! Обоих! Обоих! Или обеих? Их! Хорошо. Ну, спасибо большое. Здесь-то нам попроще. У нас есть красная Бэрри Мор. Вы остаетесь? Таки, я понимаю, что скоро у нас с вами Новый год, в следующие выходные. Но тем не менее придется покинуть. Всем, кому я сказал спасибо большое, проходите, пожалуйста, в зал. Тем, кого попросили остаться. Вы вообще не хотите? Я вам задам вопрос, идите сюда, пожалуйста. Если вы были очень внимательны, то есть, если несколько раз промелькнула эта цифра. А сколько лет вы приехали? Я знаю, что он в том году основан. В том году основан? В 1932 году открыт. Так, на пальцах считать будем? А, сейчас. Понял. Когда сосчитаешь, подойдешь. Когда сосчитаешь... 86. Оставим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас столько нет, по-моему, да? Четверых надо? Хорошо. Из этой тройки выберем одного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ты их знаешь? Они мои фанаты, да. А вы что-то поете или что-то? Нет, танцуют. А в каком стиле? В своем. В своем. Ну, что ж, зададим вопрос, наверное, не относящийся к военмеху, а относящийся к истории государства нашего. Мы уже тут, я сказал, что мы вчера были на 315-летии одного музея. Вопрос. А кого можно в нашей стране? Вопрос для вас. Соответственно, вас и вас. Нам надо ставить четверых. Кого в нашей стране можно назвать первым коллекционером? Вы готовы ответить? Ваша версия. Петр Первый. Может быть. Еще версии. Или... Ваша версия. Екатерина Вторая. Так. Ну, давайте я у всех спрошу. Можно повторять ответы, потому что правильно это пока я не назвал еще. Петр Первый. Иван Калитар. Вы знаете, кто это? Знаю. Хорошо. Екатерина Вторая. Ну, я уж говорил, Петр. Петр Первый. Ваша версия. Петр Первый, хорошо. Петр Первый. Я уже говорил, Екатерина Вторая. Начиналось все с коллекции выдранных зубов. И было ему без разницы, болел зуб или нет. Если ты пожаловался, то лучше беги. Потому что он брал клещи, по голове, чтобы не так было больно. И доставал. Потому что одезболивающих на то время не было. Это Петр Алексеевич Романов. Петр Первый. Что сказал, Петр Первый остается. Остается, к сожалению. Спасибо большое. Именно с него началась... Ну что, оставляем? Оставляем? Или... Оставляем. Хорошо. Идите, да, я вам все расскажу, что будем делать. Ну, а сейчас, конечно же, хорошая должна прозвучать песня. Песня про нас с вами. Про нашу жизнь. Про то, что нам еще с вами жить вместе. Александр, я хочу пригласить вас на эту сцену. Вам уже аплодируют. С праздником вас!